Что является отличным примером необходимого зла? Адвокат, защищающий предполагаемого насильника, убийцу, расстрелителя и так далее. Один мой знакомый адвокат сказал, что их работа заключается не в том, чтобы отмазывать виновных, а в том, чтобы обеспечить им справедливый суд и полное соблюдение закона. В общем, чтобы система их не поимела, независимо от того, виновны они или нет. Не покупать щенков котят на фабриках. Если вы их не купите, их ждет ужасная жизнь. Если они вообще выживут. Но если вы их купите, вы таким образом финансово поддержите разведение. Тем самым больше животных окажутся в таких же условиях. Это очень сложная и в любом случае плачевная ситуация. Воздух в пакете с чипсами не дает чипсам раскрошиться при перевозке. Мы все хотели бы, чтобы в пачке было больше чипсов, но воздух в любом случае необходим. Принглс вошли в чат. Принглс это не чипсы, а высушенное картофельное пюре. Неприятно это говорить, но испытания на животных. Сколько бы симуляций мы не проводили, перед продажей продукты все равно нужно тестировать, особенное лекарство. Реально. И к счастью, во многих местах испытания продуктов на животных ограничиваются медицинскими целями. Я, кстати, не поддерживаю то, что в некоторых регионах в рамках импорта также требуется испытание того или иного продукта на животных. К примеру, когда шампунь, который продают в Европе, необходимо проверить на животных, чтобы продавать его в Азии. Это кажется безосновательным решением. Требуйте список ингредиентов, запретите или ограничьте некоторые химические вещества. И прекратите причинять боль кроликам ради потребительства. Злодеев ДНД. Трудно провести крутую компанию без одного или двух злодеев. Изменено. Я проводил игры по ДНД дома, с близкими друзьями и семьей. Так что, к счастью, у меня никогда не было проблемных игроков или компаний-беспредельщиков, убивающих все вокруг. Но никогда не говори никогда. Химиотерапия. Изменено. Я сам ее не проходил, но спасибо вам за добрые комментарии. Сил всем тем, кто проходит через это. В ту же копилку лучевая терапия и в меньшей степени рентгеновские лучи и PET-КТ-сканирование. Особенно те, при которых в организм вводится радиофлюоресцивный препарат, служащий контрастным элементом при сканировании. Все они подвергают вас повышенному уровню ионизирующего излучения. И существует риск, пусть и небольшой, что это может привести к последующим осложнениям здоровья. Однако преимущества значительно превышают недостатки. Особенно если у вас какой-то экстренный случай, требующий их применения. Убийство в целях самообороны. Чтобы самому не быть убитым. Не совсем зло, но определенно необходимое. Я не думаю, что убийство должно считаться злом по своей сути. Важен контекст. Правительство. Свобода идет на пользу любому обществу. Но для того, чтобы оно функционировало, необходима какая-то контролирующая структура. В противном случае, общество превращается в анархию, которая не зря ассоциируется с хаосом. Если бы люди были ангелами, не было бы необходимости в правительстве. Если бы люди были ангелами, то не требовалось бы никакого правительства. Если бы людьми управляли ангелы, то не было бы необходимости ни во внутреннем, ни во внешнем контроле над правительством. Основная трудность при выработке формы правления, в условиях которой одни люди должны управлять, а другие быть управляемыми, состоит в следующем. Первым делом необходимо дать возможность правительству осуществлять руководство и лишь затем обязать его установить контроль над собой. Джеймс Мэдисон. Печаль. Вы не можете быть счастливы все время. Это нездоровая история. Нужно уметь принимать хорошее вместе с плохим. Вы справитесь с негативом и будете жить дальше. Война. Война это ад. Но если бы мы все прогнулись и позволили бы угнетателям пройтись по нам, это было бы гораздо хуже. Ягненок не сможет убить льва, если будет вести себя как ягненок. Способность человеческого тела чувствовать боль. Без способности чувствовать боль продолжительность жизни значительно сократилась бы, потому что люди часто не понимали бы, что с их телом что-то не так, пока не стало бы слишком поздно что-либо предпринять. Боль это естественный защитный механизм организма, защищающий его от дальнейших повреждений. Но было бы здорово, если бы мы могли фильтровать его. На самом деле человечество продвинулось в этом направлении очень далеко. У нас есть обезболивающие препараты, анестетики для всего тела и даже местная анестезия, которая снимает боль только в определенных областях. Пердеж. Он вонючий и вызывает неловкость, но без него мы бы дико мучились. Пердеж распределяет мучения на окружающих, чтобы все вокруг могли разделить это бремя. Помню, был самолет под названием «Необходимое зло». Он принял участие в атомной бомбардировке Хиросимы. Как думаете, подходящее название? Некоторые люди утверждают, что если бы не эти бомбы, то на японский остров было бы совершено вторжение. И оно унесло бы гораздо больше жизней, продлило бы войну и вовлекло бы Советский Союз в Тихоокеанский регион. Налоги. Налоги это цена, которую мы платим за цивилизацию. В более широком смысле деньги. Я тоже так подумал. Стремление к деньгам ради них самих полностью развращает. Однако существование некой абстракции ценности – это то, на чем построена вся наша цивилизация. Валюта – это, по сути, та причина, по которой каждой семье больше не нужно вести свою собственную маленькую ферму. Небольшое лишение свободы в обмен на мощный порядок. Жизнь, какой ее знает каждый из нас, все технологические достижения, которые продлевают нашу жизнь, делают ее более приятной и менее опасной. Все это может существовать только при наличии некоторого подобия порядка. Анархия несовместима с обществом. Это правда. Именно поэтому я никогда не ассоциировал себя с толпой. ACAB. Да, многие копы – чертовы ублюдки. И нужны реформы. Но все было бы намного хуевее, если бы их не было. Анархия звучит романтично. Но на деле она не такая классная. Анархия – изначально обреченная идея. Это не система, это отсутствие системы. А когда есть дефицит власти, можете быть на 100% уверены, что жаждущие власти люди попытаются заполнить это место. Анархия закончится либо тройбализмом, либо диктатурой. Невозможно долго жить в условиях анархии. Тюрьмы. Я один из тех, кто громче всех сетует на злоупотребление полномочиями в тюрьмах. Но факт остается фактом. Большинство людей в тюрьмах виновны в том, что они совершили. И многие из них действительно не могут нормально функционировать в обществе. Я согласен с тем, что необходимо провести серьезную реформу в обращении с заключенными. И даже принять некоторые превентивные меры, чтобы попытаться спасти некоторых из них. Но, к сожалению, факт остается фактом. Некоторых людей приходится держать в заперти. Цитата Ричарда Прайора из его фильма «Life on the Sunset Strip». «Я был очень наивным. Понимаете? Я шесть недель находился там. Я поговорил с братанами. Знаете, реально поговорил с ними и... Слава богу, у нас есть тюрьмы. Я спросил одного чувака «Почему ты убил всех в доме?» Парень ответил «Потому что все они были дома». Проблема в том, что некоторые тюрьмы приносят определенным людям прибыль. Я считаю, что здравоохранение, тюрьмы и коммунальные услуги – это то, что не должно приносить прибыль. Усыпляя своих питомцев, мы избавляем их от боли, но с ними так трудно прощаться. Я вовсе не считаю это злом. Конечно, это ужасно печально, но я не считаю прекращение страданий чем-то плохим. То же самое с людьми. Мы должны более широко использовать эвтаназию у людей. Некоторые пациенты находятся в коматозном состоянии, или у них умер мозг, или они полностью парализованы, или мучаются без надежды когда-либо очнуться. Это я еще не говорю про детей. Порой ребенок рождается с каким-то ужасным врожденным дефектом, умирает в младенчестве, или вырастает инвалидом с тяжелейшими проблемами со здоровьем. Разве всем не было бы лучше, если бы ребенка подвергли эвтаназии, или даже абортировали до того, как ему бы пришлось начать бороться с инвалидностью, которая обошлась бы в сотни тысяч долларов налогоплательщиков, или, что еще хуже, его родителей. Зоопарки. Мне не нравится то, что крупные животные, которые обычно обитают на больших территориях, тигры, носороги, бегемоты, львы ограничены небольшим пространством. И мне также не нравится видеть животных с развитыми интеллектуальными способностями. Слоны, крупные приматы, дельфины, которых лишают возможности пользоваться этими способностями. К сожалению, мы, люди, не можем справиться с ними в дикой природе, но, по крайней мере, в специализированных зоопарках с программами разведения животных они находятся в безопасности и процветают. Аборты. В абортах нет ничего хорошего. Ничего. Но, к сожалению, это меньшее зло. Крайне печально, что именно это меньшее зло. Однако в обществе есть много вещей, которые необходимо исправлять. От абортов не выигрывает никто. Как сказал Джимми из «Западного крыла», аборт – это трагедия. И она должна происходить гораздо реже. Но полностью запретить все аборты, как хотят некоторые, это явно неправильное решение. Работа. Все ее ненавидят, но мы работаем, потому что мы вынуждены жить на деньги, которые получаем с работы. К тому же вы ведь не хотите вернуться во времена палеолита к тому образу жизни. Кто-то должен прочищать канализацию и вывозить мусор. И легче уговорить людей сделать это, предложив им деньги, чем принуждать их к откровенному рабству. Мы обычно не задумываемся об этом. Но для того, чтобы жизнь продолжалась, что-то должно умереть. Растения, животное или что-либо еще. Одни вещи должны умереть, чтобы другие могли жить. Каждый раз, когда мы едим, мы все соглашаемся с условиями этого договора. Мы не хотим умирать, поэтому мы понимаем и принимаем, что что-то другое должно умереть. Смерть требует жертвы. И если мы не согласны принести кого-то в жертву, тогда она заберет нас. И тогда что-то другое съест нас. Трава, бактерии, животные, что угодно. Мы становимся тем, что когда-то съели сами. Это жестокая, безумная правда. И все же мы нечасто об этом задумываемся. Хотя следовало бы. Деньги. Деньги это, вероятно, величайшее изобретение человечества всех времен. Если бы мы все время были вынуждены обмениваться, кто знает, насколько бы мы отстали и сколько бы людей погибло. Деньги позволили нам упорядочить торговлю. Скажу про самое большое необходимое зло. Смерть. И это херово. Я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы умирал кто-то из моих близких. Но мы не можем и не должны жить вечно. Представьте себе население Земли, если бы мы победили смерть от рака, инфекционных заболеваний, отказов органов и так далее. Мы пытаемся это сделать, и мы уже добились огромных успехов. Таких успехов, что сейчас человеческая раса имеет чистый прирост населения около 100 миллионов в год. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что является отличным примером необходимого зла. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok